МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Я пришел найти свою любовь, а в этом мне поможет моя дочь Виктория. Мое счастье. Евгений, 31 год. После рождения ребенка жена ушла в загул. Два года мирился с ее изменами и был готов простить, но спасти семью так и не смог. Евгений менеджер в автосалоне. Гордится дочерью и разрядом кандидатов в мастера спорта по легкой атлетике. Мечтает построить большой дом, признается, что излишне стеснительна. Евгений никогда не обратит внимания на слишком заумную барышню и не сможет ужиться с домоседкой. Женится на доброй девушке с активной жизненной позицией, которая сможет заменить его дочери маму. Здравствуйте, Евгений. Вика. Привет. Красотка. Тебе визуально внешне он так симпатичен. Да, хороший. Мне тоже нравится. Такое миловидное лицо у него. Да, да, да. Вы тоже хотели прийти на прошлую программу с дочкой, у вас там что-то не получилось. Но сегодня вы вместе, слава богу. Да, спасибо. Сегодня мы вместе. Я так понимаю, у меня улыбка сегодня с лица сходить не будет, потому что я обожаю маленьких девочек. И сырыми, и жареными. Викуся. Спасибо. Что с вашей подружкой-то еще не получилось? Мы познакомились на вашей передаче. Огромное вам спасибо. Мы длительное время переписывались, но, к сожалению, мы остались друзьями. Почему? Почему? Не получилось у нас. Давайте напомним вашу историю, почему вы один, дочка есть, а где мама. Вы женились рано, по любви? Да, я женился рано, по любви. Жену свою любил. Через три года у нас появилась наша дочь. Очень рад ей. Но в связи со многими событиями, ее чувства ко мне угасли, скорее всего, и она нас оставила, оставила достаточно непросто. Бросила нас, ушла, не знаю, кому или как, и мы остались с ней одни. Получилось так, что... Ну, а Женечка ведь не было все одним днем. Нет. Вы стали подозревать, что она вам не верна практически сразу, да, после рождения Викой? Нет, мы года три, наверное, такого я не замечал, чтобы она, может быть, изменяла мне. А потом начались какие-то непонятные отношения у нее, она перестала домой приходить. Либо приходила постоянно пьяная, под утро постоянно. Видно, что мужчина настрадался. А вы как-то, как мужчина, пытались, в общем-то, ее образумить? Да, я пытался, но у меня возможности не было. Либо на работе, либо... Что значит возможности? Женечка, вы с ребенком стираете ей там рубашечки, ее спать укладываете, колыбельные поете, а жена возвращается либо ночью, либо утром нетрезвая. И вы ее укладываете спать и ждете, когда это само по себе рассосется, и она благоразумит, да? Ну, в том состоянии, когда она приходила, там смысла не было, возможности не было разговаривать, правильно сказать. А утром? А утром я пытался, даже брал выходные, но она сказала, я не помню, и как-то ссылалась на то, что надо заниматься ребенком. Да, мало того, однажды ночью вы проснулись и не нашли ее рядом. Да, была такая ситуация, я проснулся, жены не было рядом, но я начал искать, выбежал на улицу, что случилось, посмотрел, хотел машину взять, может быть, помощь нужна. Вы правда задавали себе вопрос, что случилось? Вы правда думали, что что-то с ней могло случиться, а не просто она, вот такая порочная женщина, которая бросила ребенка и ушла по своим делам? Нет, в эту ночь я действительно выбежал на улицу, обежал практически весь район. Слушайте, маму готова заменить я. Теща помогала вашей жене заниматься вот этой гадостью. Да, она, грубо говоря, покрывала ее постоянно. Вопрос, где дочь, она отвечала, я не знаю. Потом это доводилось до поздней ночи, двух-трех часов ночи, потом приезжала милиция, за ней скорая, я не в понимании, укладывая дочь. А она уже за вашей спиной приготовила истории, что вы якобы ее там кислотой облили? Да, она звонила, приехала полиция, говорят, что у вас кислотой, вот пытаются облить, там убить, что-то такое. Нам был звонок, поступил, я говорю, я вот с ребенком на руках, практически пытаюсь уложить ее. И соседи свидетели, что вы приличный молодой человек? Да, да, самое интересное. Потом привели жену, вопрос в никаком состоянии, оказалось, она вот подстроила, что якобы я там сцену какую-то строю. Ну, конечно, я говорю, все хорошо. Я бы не стала прикрывать. Ну, все равно, вот поэтому она и не остепенилась вообще, если мама ее прикрывает. Интересно, сколько лет жене его было? Почему ей нужно было городить такие огороды со скорой, с полицией? Может быть, вы ее просто не отпускали и говорили, «Любую буду любить, любую терпеть, только оставайся честно». Я пытался и пообщаться с ней, и каким-то скажу, да, я ее любил. И могу сказать то, что любовь прошла, может быть, в какой-то момент у нее ко мне. А у вас нет? Я пытался до последнего как-то исправить ситуацию, потому что у нас ребенок, и я не хотел разрушать. Женечка, что вы хотели исправить? Вот вас просто не хочется говорить эти грубости, вас размазывали. По стенке, по асфальту, а вы давали себя размазать. Вы такой прекрасный, молодой человек, красивый, умный, с большим сердцем. Я понимаю, что любовь зла, можно и любить вот такую порочную женщину. Но слава богу, что у вас это рано закончилось, и вы имеете возможность в нормальных условиях воспитывать дочь. Конечно, вам нужно было раньше бежать от нее. Это не ваша уже история. Возвращайте. А ваша мама. А вы сейчас не знаете, как о ее жизни? На протяжении четырех месяцев дочь живет со мной. За это время она один раз к нам приехала. У ребенка температура поднялась, поэтому я ее поставил в известность. Она приехала, оставила лекарство и уехала. Смотри, как переживает. Бедная. Мне его жалко. Потому что еще тема такая болезненная для нее. Проблемно она отдавала девочку или спокойная? Мы развелись практически год уже. Прошел, как мы расстались с ней. Она периодически приезжала, пыталась что-то вернуть. Я понимал, что там уже любви нет. Ни у нее ко мне, ни у меня к ней. Нет, а к Вике, к девочке? А к Вике? Я когда приезжал за Викой, за дочкой, она постоянно устраивала сцены, скандалы. Либо это было очень достаточно неприятно для дочери. Скажите, а девочка хочет с вами жить или с мамой? Что она говорит? Она хочет со мной жить. Со мной хочет жить. Как жена могла вообще уйти? Вообще бросить ребенка и уйти? Кошмар. Викуся, Вик, а ты можешь ко мне подойти? Моя девочка, иди ко мне. Вот смотри, Викуль, иди сюда. На папу очень похожа. Да, кстати, да, похожа. У нее глаза прямо... Светленькая глазки. Лицо прямо все, нос его. Пусть лучше на папу, чем на такую маму. Скажи, пожалуйста, а ты хочешь, чтобы папа женился? Да. А чтобы она какая была, добрая? Да. А чтобы она была красивая? Да. Как кто? Как мама. А ты видишься с мамой? Ну да. А ты... Ну, папу она не любила. Не любила? Нет. А ты с кем хочешь больше жить, по-честному, с мамой или с папой? С папой. Ну, он души в ней нечает, он прям вот с твоей любовью огромнейшей к нему. Вот смотри, сейчас будут тети приходить, и они будут очень стараться понравиться твоему папе. Да. А мы должны смотреть, как на них внимательно, а то вдруг придет какая-нибудь плохая тетя, будет притворяться, что она хорошая, добрая, а на самом деле она какая-то злюка-корюка. Да? Да. А мы должны вопросы задавать, правда? Да. Чтобы папа был счастливый, и чтобы ты была с ней счастливой. Да. Поэтому стесняться не будем? Нет. А будем прям так спрашивать, да? Ты добрая, да? Угу. Хорошо. Иди к папе. Что, папа заревновал уже? Нет, папа волнует за нее. Да. Ребенок чудесный просто. Поэтому ты обязательно обрати внимание, когда выдашь. А я вообще слюни пускаю, потому что ты девочка. Давай, папу сейчас будем отпускать, знакомиться с тетями, правда? Да. Хорошо. А вы понимаете, что не каждая женщина... Я это понимаю абсолютно. Да? Понимаете, что ей нужно уделять время? Я разговаривал с детским психологом специально для того, чтобы понять реакцию. А вам психолог посоветовала жениться на женщине с уже имеющимся ребенком или женщине без детей? Вот эти вопросы мы не обсуждали, я просто разговаривал по поводу того, как воспринимает Вика и что лучше для нее. Угу. Хорошо. А скажите, а вы в первую очередь хотите найти маму для Викочки или все-таки себе жену? Ну, честно, мы же, послушайте, не играем здесь. Абсолютно понимаю. Я хочу найти себе жену, и маму для Вики это должно быть единым, потому что я люблю то же самое, что и она. Тебя смущает, что у него ребенок? Нет, уже, ты его знаешь, вот уже совсем не смущает. А вы считаете, что с мамой Вики уже все, крест жирный, черный, или мама все-таки посмотрит на программу, мама образумится и захочет все начать сначала, потому что еще не поздно, девочке всего 5 лет? Она не захочет, не сможет, и я точно не смогу. Ага, мы уже знаем, как образумиться и начать все сначала. Это мы уже все проходили. Будете лишать материнских прав? Да, если это будет возможно, потому что она делает все достаточно некрасиво и неприятно, чтобы ребенок не оставался со мной, она приходила с органами опеки, делала, забрала все вещи ребенку. Женечка, потому что война, а на войне все средства, в кавычках, хороши, понимаете, идет война. Я хочу, чтобы вы нашли женщину достойную, которая не будет вас вытирать ноги, но вы должны знать себе цену, вы сами можете это прекратить, больше никто. Потому что мы женщины такие, как только чувствуем слабинку, мы вас превращаем в подкаблучников. Поэтому сопротивляйтесь как-то. Вы мужчина, вы достойный мужчина. Нельзя позволять по отношению к себе, ну уж совсем, как бы вы не любили. Но если только вы не любите страдануть, Жень, есть мужчина, которым нравится быть вот там, под самым этим каблуком. Хорошо? Да. Потом девочка должна считывать, вы же за нее тоже уже несете какую-то... Я за нее очень волнуюсь, я понимаю это. Не переборщите, потому что это просто вам мой совет. Если женщина придет, вменяемая, и вас полюбит, и с девочками, вы не кидайтесь на абразуру, когда надо и не надо. Не давайте на растерзание, но и дайте возможность выстраивать с Викой отношения. Хорошо? Да, спасибо. Он еще не за дочь беспокоится. Прямо это видно. Это нормально. Я вот слушаю, к сожалению, в наше время появилось большое количество женщин, которые живут по принципу, любить нельзя, использовать. Но небольшое количество женщин все-таки знают, в каком месте поставить запятую. Вот я сегодня хочу найти ту, потому что есть ребенок, есть дочь, которая знает, что запятая должна стоять в этом месте. Любить нельзя использовать. Вы действительно очень верные и серьезные, но ваша Венера в Козероге с вами сыграла злую шутку. Вообще, на самом деле, Козерог такой двойственный знак, двойственный по своей сути. С одной стороны, он дает мужчине серьезность в предпочтениях, вы способны служить женщине. Если бы супруга сама не предприняла каких-то шагов, вы не развелись бы с ней, вы пытались бы тащить этот крест и дальше. Я это прекрасно понимаю. Козерог, Евгений, да? Нет, не он Козерог, он Скорпион. Венера в Козероге. Но Козерог сам по себе на звездных картах изображался, как такой козлорогий баран, у которого сзади хвост рыбий. То есть это чудовище, которое выползает из недоморских. Вот иногда женщина, которая поначалу казалась добропорядочной, серьезной, степенной, может обернуться вот таким чудовищем. Наблюдайте, чтобы женщина не была слишком меркантильной. Она не должна быть слишком холодной, она не должна быть снежной королевой. Иногда и мужчины, и женщины заблуждаются. Кажется, что если спутник жизни уже очень спокойный, ты от него не можешь дать никаких сюрпризов. На самом деле, пусть это будет спокойствие такое человеческое, живое, а не непонимаемое. Василис, я так редко встречала хороших мачех, я тебе честно скажу. Вот тех, которые правда заменяют ребенку мать. А мне кажется, что есть тип женщин с особенно сводными знаками. Вот объясни, вот прямо ему, вплоть там, если есть возможность, задать ответ, вот какая она должна быть. Да мачеху проще найти изумительную, чем отчима. Вот это вот кошмар. Не знаю, у меня очень прекрасный, я его обожаю. Вот расскажу, чаще всего материнский типаж, то есть те женщины, которые прямо расположены инстинктивно к материнству, светловолосые и светлокожие в нашей культуре, скажем так, они редко бывают высокого роста. Чаще всего полноватый, но точно грудь присутствует, она достаточно такая ощутимая. То есть действительно должен быть знак материнства. Такой, пускай это всем кажется таким слишком поверхностным. Она должна быть очень плавной в движениях. Вот когда такой человек движется, чаще заметны бедра. Это не значит, что любая полноватая женщина с грудью будет подходить на эту роль. Но, скорее всего, именно так. Если бы вы были астрологом, я бы сказала, что вам нужно выбирать кого-то с выделенными водными знаками. Но сегодня вам достаточно будет знать того, что вам хорошо подходят рыбы, раки и скорпионы тоже. Прислушивайтесь. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Евгений. Встречайте первую невесту. Удачи! Здравствуйте, Женя. Меня зовут Настя. Люди, у которых мечты сходятся, они обязательно встретятся. Мы с тобой встретились, и я надеюсь, что наши мечты с тобой тоже сойдутся. Спасибо. Спасибо. Ну, пройдем, познакомиться. Вот, да. Ой, какая она высокая для него. Здрасте, Настя. Здравствуйте. Тебе нравится, тетя? С кем вы пришли? Я пришла со своими друзьями, с Лилией и с Саншей. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. К папе пойдешь? Анастасия, 20 лет. Бывший курсант университета МВД. На данный момент находится в декретном отпуске. Гордится тем, что одна воспитывает ребенка. Мечтает стать знаменитым художником, предупреждает, что не ест мясо. Анастасия в тайне от родителей вместе с возлюбленным запланировала беременность. Но после рождения ребенка была отвергнута почти всеми близкими людьми. Надеется, что Евгений станет ее семьей. Настюш, сколько ребенка? Ребенка полтора года. Ну, месяц и три, год и три. Мальчик? Мальчик. А сейчас с кем мальчик? Как зовут? Сейчас Саша его зовут. С кем он? Сейчас мы живем у моей бабушки и дедушки. И вот он с нами. Настя, как у вас в голове у маленькой девочки, 18-летней, мог созреть план втайне от родителей забеременеть? Вы мечтали об этом? Скорее, ну, мечтали мы не о том, чтобы втайне забеременеть. Мечтали просто создать какую-то семью свою, семью, которая отвечала бы нашим каким-то требованиям. А уже в ЗАГС сходили до этого? Нет. Они хотели идеальную семью, но не было примера. Ну, все проходят через это. Потому что это объяснялось большими отрядами, да, и на саму свадьбу, в организацию. А если без свадьбы, а только расписаться? Ну, это в голову не пришла идея, и как бы решили после. А ваше вы в каких отношениях с родителями? Ну, немножко прохладные. Понятно. И вот когда они узнали, что у вас есть мальчик, и у вас с ним все серьезно, они что стали говорить? Ну, сначала там, доучись или... Почему они были против-то ваших отношений? Нет, они не были против. Просто получилось так, что когда мне исполнилось 18 лет, это был 11 февраля, а уже 12 февраля я стояла с чемоданами у двери и сказала, что все, я приезжаю. А вы пошли в съемную квартиру или к его родителям? Нет, мы пришли в квартиру к его маме, он живет с мамой, у них двухкомнатная квартира, и вот... Хорошо, вот вы забеременев, да, сказали своему любимому, что вы здесь... Потому что сразу это отложилось уже на то, как после уже, после родов, после ребенка, когда все мы закупим для него. Смотрите, вот вы родителям объявили только на восьмом месте беременности, да, что у них будет внук? А до этого вы даже не встречались? Вас что, прокляли родители? Нет, они не прокляли меня, мы созванивались в основном. Я больше ездила к бабушке, к дедушке как-то, с ними у меня ближе отношения именно того, что я могу что-то рассказать, я могу какую-то поддержку получить. То есть родители закусили у дела, раз вот ты такая, бросила, ушла, не послушалась, вот теперь как хочешь, так и живи, да? Ну, вроде того, да. Когда разлад в семье стал у вас намечаться? Он постепенно начал намечаться, то есть это начались встречи с друзьями, с его, все чаще и чаще, и постепенно я просто начинала понимать, что у него действительно начинаются уже запои, потому что в этом началась стабильность какая-то появилась. Потому что он там пять дней он в запое. А потом еще и стал руки распускать, да? Ну да, точно. А его мать была на вашей стороне или? Его мать, его, ну, в какой-то степени тоже боялась. Боже мой, бедная девчоночка. Мне ее прямо жалко, честно. Вот что у вас, красивую девочку из благополучной семьи, заставила уйти из дома в никуда к непонятному молодому человеку? Мама, по-моему, его тоже выпивала, да? Ну да. Чего вам хотелось? Наверное, хотелось больше почувствовать какой-то самостоятельности или даже, может быть, больше почувствовать расстояние от моей мамы. А что в вашей маме тяготило вас больше всего? Вот что вас достало вот под завязку? Мама была жестокой, распускала руки? Нет, даже не в жестокости дело, она очень, такой у нас матриархат в семье, и она очень, человек жесткий, действительно. А вы обласкан на ребенок? Ну вот, наверное, этого мне не хватало, да. Чтобы вот... Да, но они вас к себе не взяли в свою вашу детскую, а отправили к бабушке с дедушкой, да? Да, сейчас я живу с бабушкой, с дедушкой, они помогают мне. Ну, как к ребенку, как они относятся-то? Хорошо относятся, они помогают мне. Ага, что в детский дом хотят сдать? Нет, ну, это... я не думаю, что это так как-то... Может, просто сказано было со злостью, то есть там, ну, потому что... Не, ну как это, вот, послушайте, у меня тоже дочка, уже взрослая. Как это я, мама, скажу своего внука в детский дом? Послушайте. Мама или бабушка может предложить отдать в детский дом ребенка? Это же твоя кровь, как мальчик. Ну, она же сказала, это все на эмоциях сказано. А кто вас содержит? Кто вам дает деньги? Бабушка, дедушка. Они работают или на пенсию у вас? Нет, они на пенсию, да. А мама с папой дают деньги какие-то? Ну, они дают, они покупают еду ребенку. А бывший ваш? Он вообще не участвует никак в жизни, то есть это мы просто не подавали в суд, то есть пока... Но еще молодец, что никуда еще ребенка с вами не сдала. Кем она в декрете, помощь нужна. Я думаю, что родители Касьми Лягу скажут, уже раз накосячила, одного ребенка родила. Навряд ли они вам разрешат связать судьбу с Евгением? Или как вы думаете? Я не думаю, что они так скажут вообще на это. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Вы собираетесь идти учиться или работать? Конечно, да. После того, как ребенку можно будет в ясне отдать. Сейчас будете прислушиваться к советам родителей или опять будете жить, продолжать своей головой? Да нет, буду, конечно. Хорошо, покажите сюрприз. АПЛОДИСМЕНТЫ Пойдем. Мой сын сегодня не смог приехать, и поэтому я думаю, что целесообразно было бы устроить праздник для твоей дочки. Вот. И вот, как видишь, здесь торт есть, это все детское, и все... Все для тебя. Все для тебя. Детский праздник. Ты. Ух ты, сколько всего. Шикарно. Теперь я предлагаю отведать этого тортика, и ты скажи, какую часть тебе отрезать, и я тебе отрежу ее. Показывай. Какой тебе нравится больше кусочек? Отсюда прям? Вот этот? Вот так? Самый интересный, да? Прям мордочку вот так. Да? Ну, давай. АПЛОДИСМЕНТЫ А ты скушаешь? Что там, божья коровка? Да, божья коровка. Хочешь, мы тебя свечки туда, хочешь, ставим свечки? Смотри, не разница. Тебе какой цвет нравится? Силее, силее. Какая, смотри, затенец какая. Зажигалочка. Будем зажигать. Будешь свечки задувать? Это мужская работа. Давайте. Готова? Загадать желание. Загадала? Да. Да? Ну, давай, дуй с этих ветром. Вот, одним разом мы все. Молодец. Молодец. Бери с собой топик. Спасибо. Спасибо вам большое. Насюш, проходите в свою комнату с друзьями. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня занесло? АПЛОДИСМЕНТЫ Как вам, Анастасия? Прекрасная молодая девушка. Видно, что в своем юном возрасте ей пришлось пережить достаточно взрослые сложности в жизни. Что ей пришлось пережить? Что, кроме собственной глупости, вот то, что она... Да, она стала заложницей своей юности, может быть. Может быть, не совсем разборалась в отношениях, которые нужно было построить. Мне кажется, меня закалили эти отношения, которые у меня были до этого. И пришлось быстро повзрослее. Вы знаете, я какой вижу плюс в Анастасии? Один огромный плюс, очень важный. Она девушка незлобивая. Это уже хорошо. Я видела, как она общается с Викторией. Я видела, как она смотрит. Вы знаете, может быть, возраст в этом случае, вот такой юный, сыграет хорошую штуку по отношению к вам. Она еще не надорвана, она еще не испорчена вот той самой жизнью, отношениями. Может быть, как раз и стоит брать вот такую молодую девчонку. Ну, тогда вы берете ответственность за троих, за Настю, за ее сына и за свою дочку. Мне кажется, он просто боится брать ответственность за тебя и за ребенка, действительно. Роза? Ну, я бы не стала рекомендовать Настю. Выводов она еще никаких не сделала. Помощница она вам, по сути, никакая. Вас самого поддерживать надо. Люди не особо вот видят... Я наблюдала за... Просто она не знает всей истории, и она по этому судьбе. Ну, да. Я боюсь другого. Женщины-водолеихи, еще такие, как Анастасия с Венерой Вовни, очень свободолюбивы. И ушла она, конечно, не родители тому виной, уж так, если честно говорить. Я бы не сваливала здесь на маму, на холодность, недолюбленность. Очень хотелось свободы. И я боюсь, что новый этап какой-то свободы для нее, и может быть не очень хороший для вас, наступит уже, когда она выучится, поработает и окрепнет. То есть я боюсь, что она все равно будет рваться на свободу. Она все равно самим фактом своего существования будет миру кричать, что она свободна и будет делать то, что хочет. Я немножко боюсь этого. Я думаю, я осознала это, что уже после этого первого неудачного раза. Давай поженимся теперь ваше мобильном. Наберите на 736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к рандеву с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в пуде Евгений. Встречайте вторую невесту. Пойдем. Встречайте с девочкой. Скажите, здравствуйте, Ивана. Привет, Женя. Здравствуй, Викуля. Очень приятно познакомиться с мужчиной, у которого есть еще ценности в жизни. Спасибо. Я тоже рад. Спасибо. Я как мужчина все то, что я не могу сказать, то, что она высохла. Здравствуйте, Анечка. С кем вы? Это моя подруга Людмила и Николай, тоже мой друг. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Анна, 29 лет. Руководитель в банке. Гордится тем, что состоялась в жизни, несмотря на то, что воспитывалась в детском доме. Мечтает разыскать женщину, которая много лет назад хотела ее удочерить. Муж Анны постоянно ей изменял, но после рождения второго ребенка усомнился в своем отцовстве. Надеется, что отношения с Евгением будут основаны на полном доверии. Анечка, а как вы оказались в детском доме? Меня мама сдала в три годика. Ну, у нас было трое детей, всех бросила. Ну, причину, к сожалению, я не знаю. Погодки, да? А уже во взрослой жизни не нашли? Нет, она меня нашла в 14 лет, когда меня собирались удочерять в Италию. То есть, видимо, она поняла, что совсем одна останется. Надо. Итак, она вас сдала, и вам три, два и годик, да? Вас троих. И вот какая-то семья из Италии решила вас усыновить. Да, ну, меня одну. А разрешали семье, да? Да, разрешали, нас брали как по обмену. То есть, я была одна в одной семье, сестра в другой, брат в третьей. Такой, возможно, да? Ужас какой, садистая. Правда, ужас. Разве можно? Но сейчас, по-моему, постановление, что семьи родных, братьев и сестер не разлучают. Либо всех берут, либо в разные семьи нельзя. Ну, вы тогда, да, были другие времена. И вот вы в Италии живете в семье, да? Ну, я туда приезжала на три месяца, уезжала обратно. То есть, не припостоянно, а на какой-то период. Вот один из приездов вдруг ваша мама говорит, нет, вот младших можете забирать, а Анечку, пожалуйста, оставьте мне. Я приехала в очередной раз из Италии, и мне говорят, приезжала твоя мама. Мне даже было сложно вспомнить вообще, как она выглядит. Ну, эмоций не было никаких. В 14 лет увидеть родную мать. И вот вы не в Италии. И нигде. Потому что она не дала нигде. Анют, и когда вы в последний раз с родной матерью встречались? Года четыре назад, когда я ездила в Белоруссию на свадьбу к брату. Ну... Она пьет? Периодически. То есть, мы общаемся, но я могу позвонить, спросить, как у нее дела, хотя бы потому, что, ну, она моя мама. Слушай, тоже какая-то прям, знаешь, в глазах какой-то тоже вот тоска. Я знаю, что детки, выросшие в детском доме, очень рано... А походи, хочешь походить вот там по сцене, хочешь погуляй по залу, погуляй, дорогая моя. Моя, я тебе разрешаю. Смотри, сказали походить. Пошла. Смотри, какая послушная, а. Я знаю, что рано семьи заводят, потому что думают, вот детские... Нет. Давай. Вот, бежать. Ой, люденькая какая. Будем на папу так смотреть, да? Когда ты можешь так приводить. И вы-то уже самое, да, влюбились в юном возрасте? Да, это, видимо, получилось все потому, что вот человек, проявивший ко мне внимание, заботу... С первой я сразу растворилась. Вы вышли за него замуж официально? Да. За день до родов. Я добилась. За день до родов. Ну, смелая девчонка такая, молодец. Он вам изменял? До рождения дочери я этого вообще не знала. То есть, может быть, подозревала. А как узнали, что он вам изменяет? На самом деле, взяла телефон, который был с блокировкой. Вот случайно нажала, вот просто, я не знаю, наугад, попала, разблокировала телефон, и там все. Ну, все было открыто. На что он сказал, что просто, ну, я больная, что это все ерунда. Галлюцинации, да? Да. Это он, что на реке его пишет? Это старое смс, это вообще не обращай внимания, как бы это ничего не значит. Ну, и вы решили, что действительно не стоит, расслабились, и несмотря на то, что предохранялись, забеременели второй раз. А почему, что вдруг у вас застало развестись? Ну, потому что... Что стало последней каплей? Ну, вообще, последней каплей, прям совсем последней стало, когда он начал говорить, что это не его сын. Где-то он и гулял, у него голубые глаза. Хотя он у меня совершенно не похож. Ну, это уже копия, да, ребенок? Ну, дочь очень сильно похожа, но сын вот с возрастом, да, очень похож. Ой, господи, бедная девчонка тоже. Мне вообще, конечно, ничего не надо доказывать. Сказал, что мой ли, до свидания. Хорошо, а сейчас он алименты платит на одного ребенка или на одного? Нет, он ничего мне не платит. Почему? Ну, он сказал, что ты захотела быть самостоятельной. На, пожалуйста, вперед. Тоже какая-то, да. Ну, это непорядочность со стороны мужчины. Слушай, мне кажется, что это такой российский менталитет. А чем вам так Евгений понравился? Ну, Евгений спокойный, я вижу. Положительный, молодой человек. Я очень рада, что вот есть мужчины в жизни еще, которые воспитывают своих детей. Одни, без жен. Как ты думаешь, выберет он ее? Мне кажется, она лицемерная, и мне кажется, он это видит. Анечка, скажите, пожалуйста, не может не оставить отпечаток детский дом? Ну, оставим. Вы как, дорогая моя, отвоевывали свое пространство, будучи подростком? Вообще, вы как выясняете отношения? Ну, я не конфликтный человек совершенно. Жесткий немножко мне об этом говорят, но я не... Ну, достаточно легко идут на компромиссы. Мне тяжело, очень тяжело находить общий язык с людьми, которые росли в семье, да. У меня очень узкое познание, что такое семья. Но я стараюсь, я смотрю на друзей, я спрашиваю, я не боюсь ошибиться. Ну, мне не стыдно. Хорошо, покажите сюрприз. Посмотри сейчас, как будет тетя Аня петь песни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Хорошая. А может быть, она родственница Михалковых. Приданная – это я. Да? Кстати, это здорово. Софочка, расскажите, пожалуйста, что у вас там с любовью было? Ой, с любовью. Ну, первое, наверное, мое такое сильное чувство было к человеку, который за мной красиво ухаживал, но в один прекрасный день я узнала, что у него есть супруга. Я в поисковой системе забила... Или вы не налоговый инспектор. Да, конечно. Она же налоговый инспектор. Она должна выискивать. А вы раз и мой вопросик. Типа, Петя, я что-то не пойму. Так и было. Я выяснила, для меня это было с тобой. Янчик, а ты что советовала? А ты где вот момент была? Как? А я рядышком, как всегда. Я же как хорошему, так и плохому могу научить. Ну, хорошо, но ты сказала, что чужой мужчина – это чужой мужчина. Ну, конечно, я сказала, что от чужого-то не надо, потому что... Ну, Ларис, ты сама прекрасно знаешь, что есть вопрос бумеранга. Но всегда по башке получаешь, причем так, на вынос мозги вылетают, если ты что-то сделал. Сонечка, легко любить все человечество. Трудно полюбить одного единственного мужчину и ребенка не своего. Нет, не трудно. Ребенка полюбить совершенно не трудно, потому что неважно, он свой, чужой. Я надеюсь, что вы рассказываете. Сонечка, а вот теперь я рассказываю. Посмотрите, сидит перед вами абсолютный ангелочек Вика. Чудесная девочка, да. Да, а потом вдруг у нее начнут резаться коренные зубы, или она заболеет детской болезнью. Но у нее не было ни серьезных отношений. Тем более, уж у детей-то какая речь. Сделается она противной, вредной, и будет она в вас бросать игрушками, картошками, будет прижиматься к папе и говорить, плохая Соня, пусть она уйдет и залезет в кровать. И вас вытеснит оттуда, а ляжет сама с папой. И папа скажет, ну, Сонечка, ты же понимаешь, она плохо себя чувствует. И так будет всю жизнь. Вы готовы быть до определенного, да даже нет, второй по собственному желанию? Да, я считаю, что можно. Наблюдая за отношениями Евгения и Виктории, я понимаю, что ваше место будет два и очень долго. Но меня это не пугает. Я готова делиться своей любовью. Я считаю, что у меня в сердце есть любовь, которую я могу поделиться. Ей нужно создавать свою семью. Да, конечно, отдельную, с молодым парнем, с которым интересно будет там. Вика пообещала, что она бежать ее не будет. Викочка, а посмотри, вот сидит тетя Соня, а ты хочешь спросить ее о чем-нибудь? Давай, давай, подходи. Такая общительная девочка, вообще что-то просто. К тебе ребенок подошел, она сразу, ты ее на руки взяла, а здесь, ой, я не знаю, что делать. А дома она как будет, извините. Я больше тебя не буду бить. Не будешь меня бить? А раньше била. Девочка эта очень наигр на себя ведет. Хочется посмотреть на сюрприз, который приготовила Соня для вас специально. Мама не хочет замуж меня выдать, и зятя обещает с людьми, но только одного она не видит, об этом я в припеве, да буду говорить. Ну, хотя бы танцевать умеет, а то радует. Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я, принца, гернца, габарона или короля. Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я, а без мужа лютой стуши будет жизнь моя. Еще раз. Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я, а без мужа лютой стуши будет жизнь моя. Спасибо большое, Яночка. Забирай своих подруг и проходите в комнату, девочки. А она прям зайка сразу стала танцевать. Да? Да. Жень, как вам? Очень приятная девочка. Интересная, видная. Я не знаю, эмоций много. Глаза красивые. Да, и вы такой красноречивый, ни об одной из девушек вы так не говорили подробно. Как тебе, Роза? Ну, я считаю, что Софе не надо усложнять себе жизнь. Вот все-таки мужчина, понятно, молодая, красивая, без детей. Вот вопрос, кого все-таки выбираете, мама Вики, да, все-таки больше жену себе. А вот материнство, конечно, ну какая, ну 23 года, какое там материнство? Она сама еще ребенок. А мне кажется, Сонечка была бы прекрасной мамой Вики и очень хорошей женой. Хорошая, понравилась мне Соня, понравилась. Ну, девушка со стержнем. Не совсем мякушек такой. Может быть, вам такая нужна сегодня? Не знаю, вот звезды рассудят. Девушка как раз с очень жестким стержнем, то есть в ней мякушка никакого нет. Она правда принципиальная и она идейная. За свою идею она готова намного. Сонька у нас справится со всем. Просто молодец. Викочка, в начале программы я тебе сказала, что нужно будет выбрать сегодня одну тетю, которая тебе понравилась больше всего. Я сейчас их всех позову. И которая тебе из них больше всех понравилась, и кто это пойдешь на ручки, ладно? Так, девочки, выйдите, пожалуйста, все из комнат. Пройдите сюда, сядьте на стуле. Викусик, ну, беги, тетя, которая тебе понравилась больше всех. На ручки, к кому ты хочешь. Ой, ты моя дорогая, ой, как умеешь быстро бегать. Ё-ё-ёй, да кто первый, тот и к тому и пойдет. Пойдемте. А помнишь, как зовут тетя? Настя. А, помню. Ну, девчонки, теперь проходите в каждую свою комнату и ждите решения от папы. Ну, это неправильно, это не нужный был совершенно. А вот не потому, что ты понимаешь, да? Да ну, что ты нет, Раскович? Вика сделала свой выбор, но вам придется сделать собственное решение. Вам жить. Ваш шаг. Поэтому слушайте себя. Сердце вас не обманет. Мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Макс, 24 года, номер 2735. Гитарист, автор и исполнитель песен. Читает английскую литературу в подлиннике. Активно занимается футболом и волейболом. Играет в шахматы. Познакомится с интеллигентной девушкой без вредных привычек, но непременно с хорошим музыкальным вкусом. Артур, 25 лет, номер 2736. Пиар-менеджер увлекается фотографией и пишет книгу. Гордится тем, что не умеет врать. Мечтает объехать весь мир. Хочет встретить умную, самодостаточную девушку, с которой сможет создать семью. Мы не знаем, выйдет Евгений один или с избранницей. Приглашаю всех выйти и поддержать его решение. Здравствуйте, Евгений, еще раз. Здравствуйте, Софья. Здравствуйте. Это мне очень понравилось. И мне кажется, у нас получится в отношении. Я не знаю, это обоюдно или нет, вы будете спросить. Обоюдно. Мы желаем вам счастья вместе с группой «Достучаться до небес». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!